Сегодня вопрос приватизации для нашего управления транспорта не является проблемой именно в прямом смысле понятия приватизации. То есть кто-то купил, кто-то забрал. Приватизация это означает 100% доли в основном капитале принадлежит администрации, не администрации, а Совет народных депутатов, то есть городу. Почему бы мы пошли на эту форму? Потому что все эти действия 44 закона и имеющиеся ограничения, нужно проводить закупочные мероприятия более активно, быстрее, а когда муниципальные предприятия, там есть свои сложности и проблематика. Ну и второе, здесь больше возможности хозяйствующего механизма воздействия, чисто рыночного. Поэтому наша приватизация это приватизация с целью улучшения юридически-правового статуса предприятия, а не для того, чтобы подготовиться к чему-то сделать. У нас жесткая, у меня лично, в период моего нахождения у власти позиция, что присутствие муниципального предприятия, которое занимается организацией транспортного обеспечения города, оно остро необходимо. Ведь ему устанавливается тариф, исходя из задач, которые нужно решать и с социальной точки зрения. Он обеспечит и большую социальную нагрузку, привозя льготников, при этом не всегда компенсирующие возможности бюджета. И как только, если бы исчезает в городской среде предприятие, которое подчинено этим интересам социальным, а частники возникает, то поднятие тарифов происходит автоматически у самих у себя. Ведь рынок что говорит? Вот и обозначает 20 рублей, ага, берешь, значит будем 20 рублей ездить. Или там 22 рубля, или 23. У нас сейчас на следующий год 18 рублей, сейчас 17 рублей. При этом предприятие наше работает с прибылью в прошлый год 18 миллионов рублей. Я знаю вот такую ситуацию, которую во Владимире, и газеты ваши говорят, областные центры, изданные во Владимире, что там есть проблематика, что нужно туда деньги вливать из бюджета. У нас наоборот. Мы не даем из бюджета денежных средств, а приобрели вот только что 5 троллейбусов, которые вы видели, они были показаны на средствах массовой информации. Сейчас 3 автобуса новых мы получили, которые будут двигаться на маршрутах, которые не являются троллейбусными. Суть политики нашей в том, что вот если бы мы создавали для того, чтобы зарабатывать деньги предприятие, то, наверное, было бы как-то очень неправильно. Мы создаем предприятие и держим предприятие для того, чтобы она стабильно выполняла задачи по перевозке пассажиров. Второе, чтобы она была стабилизирующим в конкурсационной борьбе разных перевозчиков, чтобы она не позволяла. Если только перевозчик поднимает выше, то поток пассажиров переходит на троллейбус. И следующее, чтобы оно само развивалось, чтобы способ управления его был таковым, чтобы не подпитывать ее бюджетными средствами, а наоборот, оно, пользуясь этими возможностями экономического, обоснованных в ведении хозяйства правильного, используя денежных средств, по крайней мере, и конкурентной деятельностью, привлекать средства нашего населения и их же оборачивать на улучшение своего парка. Вот мы задачу сейчас поставили. Вы понимаете, вот внутри есть простая технология. Как только предприятие начинает заниматься, нет, не предприятие, а руководство предприятия начинает заниматься собственными интересами, то сразу предприятие уходит вниз. Мы прошли такой период, когда предприятие покупало троллейбусные вагоны, корпуса, которые оказались, оказывались на самом деле дороже, чем у товаропроизводителей. Вот такие были поставщики, которые брали денег больше, и никто не препятствовал. То есть не было такой вот сдерживающей момента в управлении этих предприятий. Сегодня у нас эти поставлены вопросы на жесткий контроль. Сегодня все оборачивано в том, чтобы создать все условия для развития предприятий. И мы, в отличие, я прочитал в Владимирской ведомости последний номер, где сказано, что... Про проблемы Владимирского троллейбусного парка, что троллейбусные маршруты дублируются автобусными маршрутами. У нас это тоже была проблема. Но мы ее воли свои устранили. Было много нареканий, было много противодействий. Но, сделав этот шаг, мы смогли расчистить для нашего предприятия нормально, грамотно, организовав транспортную маршрутную систему, что он стал прибыльным. Вот и вся проблема. То есть нормальное руководство, жесткий надзор. Третье. Заинтересованность муниципалитета в том, чтобы троллейбусные маршруты были не загажены, не загружены разными дополнительными коммерческими маршрутами. И четвертый вопрос. Чтобы средства, которые собираются, были правильно использованы, а не ушли в песок или куда-то в другое место. То есть создание музея оружия будет в два этапа идти. У нас два здания. И одно здание не является историческим культурным наследием, а второе является. То, которое является, оно нам проблемно в той части, что очень много нужно пройти процедуру для того, чтобы приступить к работе непосредственно. И вот с тем, которые не культурные, сегодня уже работа начата по реконструкции. А с тем, которые мы доходим экспертизы, археологические и так далее, мы, надеемся, в следующем году начнем активно работать. 2021 год – это завершение всех этапов. Но если сложится обстоятельство благоприятно, это будет 2020 год. А при этом в следующем году уже одно здание начнет работать, как элемент музейный. То, что эти музеи или эта музейная выставка создастся в зданиях старого фонда, есть тоже свой плюс. Мы тем самым улучшим прекрасное здание, историческое здание, приведем его в порядок, и вокруг него тоже будет порядок, а не тот запущенный, как вчера был, объект, и территорию возле него не украшал город. Поэтому можно было построить что-то новое, наверное, было бы красиво. Но то, что есть, это все-таки история, она сама в себе. Музей должен быть где-то в таком исторически ценном месте. Хотя Тула пошла по иному варианту. Они имеют в Тульском Кремле одну выставку. И выставка музея оружия в виде шлема сделана на берегу Упы. Это тоже очень хорошо и интересно сделано. Но город оружейников, первая столица, все-таки он обладает другим ресурсом. И, конечно, там федеральные деньги были вложены, больше миллиарда рублей на создание этого музейного комплекса. У нас, к сожалению, возможностей таковых нет. До начала работ, опять же, нужно провести ряд больших работ, связанных с проектной документацией. Но предварительно это нужно создать какую-то демонстрационную версию. А что это то будет? И где оно будет? И как это будет? Чтобы потом перейти на проектирование этого объекта, нужно его представить, утвердить, обсудить. Потом разработать документы, провести геологические изыскания, если они требуются где-то. Или это, ну, допустим, если будем набережные укреплять, то нужно понять, что там за грунт и что нужно сделать. А далее это идет уже физическая работа. Поэтому год 2018 мы, на самом деле, будем надеяться на большую работу по проектированию. 19, 20, 21, это годы. Мы будем исходить из того, что у нас до 22 действует программа благоустроенная среда, благоустроенная территория. Она, это набережная. Но комплекс вопрос, там зона отдыха для купания, там парк комсомольский и плюс набережная, три объекта в одном флаконе. Мы будем это вот в программах до 22 года реализовывать. Есть такая тема, которая называется ротация кадров. И президент Российской Федерации очень четко сказал, что всегда нужно обновление. И новые должны входить в структуру управления, новые силы, или, по крайней мере, не молодые, но новые. Я исходил из следующего, что два управления ведущих, которые управление строительством архитектуры и управление городского хозяйства, они отвечают за среду обитания, за городскую среду и за его вид и будущее. В первом случае управление строительством архитектуры, это чисто произошло, связанное с проблемами лица, который до этого был на этой должности. Он решил свои возможности, способности применить в другой сфере. И мы вынуждены были заменить его, найдя достойного человека. Поэтому я здесь не сказал бы, что это была инициатива моя, это была инициатива обстоятельств. Человек, который пришел, он обладает возможностями и способностями, и опытом. Он работал и в департаменте строительства архитектуры Ивановской области, Южно-Сахалинской области. Он был проектантом. Он является по профессии архитектор. Что нужно? Прежде всего, на этой должности нам нужен архитектор, чтобы концепция городской среды и развитие его было бы привязана к человеку, который обладает способностями ее творить вместе со своим подчиненным. А во втором случае, здесь вопрос в том, что предыдущий руководитель был три года на этой должности. Должность в праве городского хозяйства очень сложная и тяжелая. И много шишек на ней набивается. И, конечно, человек, ну, скажем, где-то и глаза замыливаются, а где-то и усталость наступает. Вот чтобы человеку стало полегче, он сам захотел стать полегче. Поэтому он остался в управлении городского хозяйства, он будет выполнять работы по одному определенному направлению, это благоустройство. А лицо, которое на его место пришло, оно наполнено желаниями, оно молодое, оно опытное. И надеемся, что новые подходы в управлении городским хозяйством будут полезны для нашего города. Военный городок, к сожалению, вся система Министерства обороны, которая существовала по содержанию военных городков, и там, где солдаты, и там, где гражданские находятся, она нарушена была, ну, в недалеком прошлом. И возникли на фоне этого, была коммунальная эксплуатационная часть, КЭЧ, которая занималась в рамках Министерства обороны, в соструктуре Министерства обороны, содержанием этих жилых и нежилых военных городков. Но в результате реформы эти подразделения КЭЧ были ликвидированы и созданы так называемые предприятия ООО «Славянка», которые взяли функции на себя для исполнения обязанностей по содержанию. Но это прошло уже, говорим, не сегодня, это прошло много лет назад. Что в результате этого появилось? Появилась организация, которая, собственно, уже не функции, скажем, центральные составлялись у нее содержать, а как-то все-таки финансово-хозяйствующая деятельность. И она происходила весьма странно. Люди платили, а улучшения не происходило. Это долго происходила такая тема. Когда человек платит за содержание здания, за что-то, а здание не ремонтируется, не работает и так далее и тому подобное. И в 2011 году был издан приказ о передаче министра обороны всех военных городков на содержание жилых городков, где живут гражданские лица, в систему муниципальных образований. Но, к сожалению, в силу указанных задач, вот эта передача, она затянулась на долгие годы. И реально, вот с моим приходом, она началась реально где-то в 15-16 годах. При этом странная передача происходила. Вы берите дом, а земли мы вам не дадим. Если вы берете инженерную сеть, то земли мы вам не дадим. И, к сожалению, ситуация-то сегодня так и еще осталась. Нас не устраивал такой подход к передаче ресурсов Министерства обороны в муниципалитет, притом убитый, напрочь изношенный и при этом еще без земли. Наши обращения в Министерство обороны, к сожалению, на сегодняшний момент, они имеют отзыв, но реализоваться они еще не реализовались. Тем не менее, решением арбитражного суда, который понуждал нас все-таки принять без земли эти объекты, он состоялся, и понимаем, что все-таки есть, конечно, необходимость это свершить, потому что, ну, сколько все равно ни говори, а все-таки жители это наши. И все-таки нужно как-то продвигаться в военные городки, не только Ковровские, но и в других территориях, в муниципалитетах. Мы приняли на свои плечи и военный городок, и инфраструктуру военного городка, инженерные сети, плюс котельни. Но проблему земли оставили, пока еще не решенной. И чтобы начать приводить в порядок, естественно, это вы правильно сказали, нужна управляющая компания. В системе предыдущего, вчерашнего, были управляющие компании, которые базировались на, ну, также подразделениях какого-то главного там, ну, не будем называть фондов их управлений. Но они, как бы, пролог-славянки. По существу та же история. Деньги собирают, но не платят. Поэтому жители активно проявили себя, что они не хотят оставаться в той системе. Это демократический подход. Тут не заставишь, вот ты это или это. Были представлены на рынок несколько управляющих компаний. И решением каждого дома принималось, кто будет управлять. На сегодня есть управляющие компании, которые выбраны жителями. Они проголосовали. И на сегодня эти компании начинают работать, начали работать с лета. На домах многоквартирных военного городка. Проблем очень много. Изношенные и совершенно ржавые инженерные сети. Многие дома построены в предыдущие далекие годы, когда нет подполов или подвалов, где трубная разводка идет под полом. Вот если вы живете на первом этаже, то у вас разбирает пол, и там труба лежит. Если там она прорвется, то у вас потечет вверх, и естественно к вам придут вскрывать эту половую доску или часть пола, чтобы отремонтировать. Вот эта вся система там такая присутствует. В том числе и канализация. И то, когда она прорывается, то все удовольствие получают жители первого этажа. Но такие дома, такие старые дома. И естественно, если бы вы за ними следили хорошо, эксплуатировали правильно, то эта проблема была бы, наверное, минимальна. Но они остались и есть. И сегодня начинается именно подвижка в части и привязки к капитальному ремонту, фонду капитального ремонта этих домов. И к организации вывоза мусора. Мусор порой там набирался большим объемом, потому что не платили за вывоз мусора. И такая тема была. И за приведение в порядок и подъездов, и инженерных сетей. И я думаю, что через год-другой, при условии, что мы их все включим в капитальный ремонт, и то, что мы будем активнее руководить этим процессом, я не сомневаюсь, что улучшение придет в эти дома, и люди, в конце концов, почувствуют себя, что они не брошены. У нас в планах наших присутствует две школы, нам нужно, может быть, потом три. Это в южной части и в северной части. И школы, которые сегодня в северной части находятся, они тоже очень дальние застройки. Они где-то 50-х годов, и есть дальше более поздние. Допустим, гимназии, это уже более 100 лет этому зданию. Поэтому строительство на части авангарда у нас сегодня отложено в наших планах на решение. Но первое строительство мы все-таки будем проводить в южной части, потому что динамично развивающий микрорайон южный, он приводит к тому, что там много детей, и туда нужно в первую очередь идти. И к северной части, конечно, внимания мы не бросим, но к северной части люди приводятся туда, потому что там строительство более активное, и какая-то часть решения задач по содержанию детей, она переходит в эту сторону. Я представлял, что на все проблемы должно быть свое количество денег. Их должно быть хватать, по полномочиям муниципального образования их должно было хватать. И вопрос в том, что нужно просто их рационально, рачительно использовать. Но жизнь, она немножко другая. И вот этого сегодня не присутствует. Сегодня полномочия города не подтверждены бюджетными возможностями города. И поэтому город, который производится более 10 миллиардов налогов, он по существу сегодня стал все больше и больше зависеть от субвенций, приходящих из бюджета области. Вот поэтому и есть как бы разница, что представляется и что имеется. Когда читаешь 131 ФСЗ, федеральный закон, там прописано полномочия. Но если они прописаны, значит, под них должны положено быть денежки. Ну, скажем, вот мы создали МФЦ. Но МФЦ это в законе не прописано в 131. Он дополнительно возник. И многим потом возникают дополнительные задачи. Как то и капитальный ремонт, софинансирование, переселение из аварийного фонда. Это нужная задача, это муниципальная задача прежде всего. Но деньгами она не подкреплена. И если происходит решение задачи, то все равно бюджетные возможности их города присутствуют. Но они тоже не могли, 25% как правило присутствуют. А это где-то нужно брать. А потом смотрите, вот давайте просто так. У нас где-то с 13-го года все бюджетные возможности или точки наполнения привязаны, прописаны законодательством. И они не менялись с 13-го года. То есть бюджетные возможности 13-го года, они сегодня действуют и на этот год. Но вот за это промежуток времени возникли новые обязанности для города. Полномочия. Капитальный ремонт, переселение из аварийного МФЦ, там другие программы. А еще большая беда, то что каждый год у нас дорожают ресурсы. Это ресурсы ЖКХ. И наша система социальные, школы, детские сады, наши же дома культуры и другие учреждения должны платить больше и больше и больше денежных средств за то, что нужно отопление получить, воду получить. А источники остались с 13-го года. Вот в этом очень большое противоречие сегодняшнего дня. Не хватит сегодня возможности местного бюджета покрывать все. И, конечно, резервы есть. Там резервы недоимка, которые, к сожалению, есть и в федеральных структурах. Но имею в виду и в федеральных налогах, и в местных налогах. Местные налоги, они хуже администрируются, потому что это мелкие налогоплательщики. Каждый индивидуум, каждый человек. Ну, скажем, собрать деньги с завода Дегтярева и собрать деньги с 19 тысяч заводчан, это значительно разница большая. Правильно? Вот. Поэтому в этой задаче, конечно, это нормативность, это все-таки государственная политика. И это решать государству такие задачи по плечам. Но то, что проблема присутствует, она реальна. И сложнее будет каждый год обеспечить полномочия в каждом муниципальном образовании, потому что все обстоятельства этого характера, наверное, будут так присутствовать. Город, в котором молодежь становится больше, чем стариков. Город, в котором есть ливневая канализация. И в город, в котором есть много-много цветников, на которых будут обязательно фонтаны и дети. Редактор субтитров А.Семкин